МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Бессонная ночь в метро. Сотрудники ФСБ провели учение на станции Алабинская перед чемпионатом мира. Ответственный участок. На улице Солнечная начался ремонт дороги. Готовы ли к приезду гостей туристические маршруты? Глава города Елена Лапушкина во время объезда сделала ряд замечаний. Исполнительница главной роли и режиссер те же, Кармен Новая в театре оперы и балета премьера. Победа телеканала «Самара ГИ» с программы Нессы Панченко «Право на маму» вышла в финал всероссийского конкурса в Союзе слова и добра. На самарской станции метро Алабинская минувшей ночью было неспокойно. Там имитировали теракт. Так сотрудники ФСБ провели учение перед чемпионатом мира. Подробности спецоперации силовики не сообщают. В официальном релизе говорится, что были отработаны навыки по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как отмечают в региональном управлении ФСБ, учения прошли успешно. Все задействованные силы продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к угрозам террористов. Кроме того, плановые учения прошли возле Дома сельского хозяйства. Спецслужбы отрабатывали навыки в гостинице и ресторанах. Еще одна улица в Самаре будет отремонтирована по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Этой ночью работы стартовали на Солнечной. На участке от Нового вокзальной до 22-го партсъезда проводится так называемый ремонт большими картами. Свыше 100 погонных метров. Рабочие бригады уже приступили к фрезерованию верхнего слоя покрытия. Его заменят по всей ширине проезжей части. За ходом работ наблюдал Олег Зверев. Метр за метром проводится фрезерование верхнего слоя асфальта. Полтора километра улицы Солнечная отремонтируют по проекту «Безопасные и качественные дороги». Это участок от Нового вокзальной до 22-го партсъезда. Работают ночью, неудобства для водителя и минимальные. Зато потом участок будет отвечать самым строгим требованиям. Город преображается в лучшую сторону. Хорошо, что у нас чемпионат. Ровные дороги – это, во-первых, пробок меньше, колеса целы, сервиса не надо ездить. Улица Солнечная для города имеет особое значение. Она разгружает Новосадовую – одну из главных трасс регионального значения. Это обстоятельства, плюс мнение автолюбителей и предписание ГИБДД, учитывались при выборе, какую дорогу ремонтировать в числе первых. В последний раз Солнечную ремонтировали 5 лет назад. В этом году ее включили в план на самом старте дорожно-строительного сезона. Здесь будет снят верхний слой, затем уложено 20 тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия. Гарантия на все работы – 2 года. Асфальт-бетонная смесь марки «Б-Типа-1». Это марка асфальта. Смесь готовится из прочных материалов. Это щебень, которая минимальна по дробимости марки «М-1000». Это очень хороший щебень, то есть гранитный или… То есть данный асфальт способен выдерживать достаточно приличные нагрузки. Предусмотрена также замена люков, смотровых и дождеприемных колодцев. Все работы на этом участке будут завершены до середины мая. Всего же по Самаре приведут в порядок 80 километров дорог. Артем Устинов, Олег Зверев, Григорий Плешаков. События. До Чемпионата мира по футболу остается 50 дней. В Самаре все подготовительные работы входят в завершающую стадию. Глава города Елена Лапушкина провела совещание, посвященное подготовке туристических маршрутов. Во время объездов основных объектов, где завершается строительство и ремонт, глава Самары сделала ряд замечаний подрядным организациям. Устранить все недочеты должны в течение недели. Все замечания, которые выявили, вам сегодня раздадут проекты протоколов. Сроки там указаны, поэтому объедительные просьбы в эти сроки всем умещаться. Особое внимание поручено уделить туристическим маршрутам. Еще не все фасады приведены в порядок. Также профильный департамент должен заняться кондиционерами на фасадах зданий в исторической части города. Еще один важный вопрос – рекламные конструкции. Районным администрациям поручено проверить состояние всех стендов, где размещаются уличные объявления. Готовность к городу к чемпионату глава региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина проверят совместно во время выездного совещания в начале мая. Сегодня в парке Гагарина навели порядок. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. В среднике приняли участие около 25 тысяч жителей Самары. Также прошел очередной молодежный субботник в Куйбышевском районе около ДК «Нефтяник», на котором убирались свыше 200 студентов. Кроме самарцев, в работе принимали участие сотрудники городских предприятий, управляющих компаний и муниципальные служащие. Для уборки улиц было задействовано 500 единиц спецтехники. Всего за время месячника планируют вывезти свыше 100 тысяч кубометров мусора. Следующий общегородской субботник, который завершит месячник по благоустройству, пройдет 28 апреля. Для получения необходимого инвентаря достаточно обратиться к управляющему микрорайонам. Это пропаганда здорового образа жизни, хорошая погода, приятно находиться вместе, общаться, наводить порядок. И потом виден результат, и это всегда приятно. Убрали за пару часов студенты самарских вузов и колледжей, вышли на субботник в парке молодежный. Вооружившись граблями и отличным настроением, молодежь собрала прошлогоднюю листву. А в перерыве активисты согревались пирожками и горячим чаем. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Хорошее настроение, грабли и мешки для мусора. Простой арсенал для благоустройства парка молодежной на улице Ставропольская. На субботник, посвященный Году добровольца, пришли более 400 парней и девушек из семи учебных заведений. Для некоторых из них это уже не первый экологический десант в этом году. Они работали в пределах нашего, территории нашего колледжа. И работали очень хорошо. Мы убрали территорию, привели в порядок. За короткий срок ребята работали с энтузиазмом. И сюда вот пришли без, так сказать, нотаций, без уговоров по доброй воле. Ну и работают неплохо. Рад за своих студентов, что они так активно участвуют в общественной жизни. И в том числе в жизни по уборке города. Студенты на субботнике работали бригадами. По 10 человек. А чтобы убрать парк молодежный поскорее, устроили соревнования. Кто больше и быстрее соберет мусор. В результате будущие технологи и сварщики за пару часов заполнили под завязку целый контейнер. Наша команда 11 человек. Довольно дружно и хорошо выполняет свои задачи. У нас группа делится на 4 человека, которые собирают листья. И на 7 человек, которые граблями работают. С удовольствием ребята убирают листву. Чувствуют, что они вносят какой-то определенный свой вклад в то, чтобы город наш был чистым к лету. Чтобы можно было прийти сюда прогуляться летом со своей девушкой, допустим. И насладиться природой. По замыслу организаторов акции «Чистый город» парки и скверы в разных районах Самары приводят в порядок студенты, которые и живут поблизости. Молодые люди рассказали. Парк молодежный – популярное место отдыха у местных жителей. Часто здесь гуляю. И очень отрадно, что именно здесь проводится этот субботник. Потому что здесь очень много детей гуляет, бабушек, дедушка. И вообще в летний период времени очень много людей. И для их условий как раз-таки нужно принимать все действия, чтобы наш парк облагоухал. Прохладная пасмурная погода только мотивировала молодежь работать, засучив рукава. В награду за ударный труд полевая кухня приготовила для волонтеров угощения. На самом деле это одна из самых крупных акций. Тут все на энтузиазме, ну и может быть еще на пирожках. Чайники уже греются, там черные, зеленые. Все для ребят. Это уже седьмая акция «Чистый город» в этом году. Мероприятие проходит в рамках городской программы «Молодежь Самары». Сегодня в парке «Молодежный» кроме газонов убрали еще детскую и спортплощадки. Специально к этому парке, естественно, подготовились, привезли уже нам все необходимое оборудование, установили контейнер, в который непосредственно все эти мешки изгружаются. Впереди у волонтеров Самарского дома «Молодежи» еще три акции. До конца апреля убрать предстоит парки и скверы в Куйбышевском и Красноглинском районах. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Телеканал «Самары ГИС» вышел в финал всероссийского конкурса в «Союзе слова и добра». Премию присуждают журналистам, которые активно освещают деятельность благотворительных организаций, детских домов, пансионатов для пожилых людей. Победители выбирали в восьми номинациях. В финал вышли сразу два материала ведущей нашего телеканала Инессы Панченко. Подробности в нашем следующем сюжете. «Не чихать и не болеть! Здоровье крепкое иметь!» Радоваться празднику можно в любом возрасте. В этом в преддверии Нового года убедились журналисты телеканала «Самары ГИС». В рамках проекта «Два одиночества» команда ГИСа и воспитанники Чапаевской школы-интерната отправились поздравлять жителей пансионата для ветеранов. Дети учились в заботе, а у ветеранов неожиданно появились новые внуки. Развлекательную программу для участников праздника подготовили журналисты Юлия Черняева и Андрей Горгуленко. «С Новым годом! Всего самого хорошего!» А благодаря нашим неравнодушным телезрителям в Чапайск приехала целая машина подарков. У бабушек и дедушек появилась новая теплая одежда, сладости и много приятных мелочей. «Жители города несли к нам сюда подарки, различные вещи для старичков. Ребята подготовили концерт, сами пекли печенье. И это была такая трогательная встреча, это было очень трогательное общение. Но самое главное, что наш проект подхватили волонтеры. Сейчас они проводят акцию «Старость в радость». Они подружились, и эти ребята из детского дома ездят регулярно в дом престарелых. Они общаются, они проводят уборку, они делают своими руками подарки». Эту работу высоко оценили на федеральном уровне. В финал всероссийского телевизионного конкурса в «Союзе слова и добра» вышли сразу две программы Инессы Панченко. Второй материал был посвящен истории многодетного отца, который в одиночку растит своих детей. Всероссийский конкурс проходил уже в шестой раз. Его проводит благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения». В этом году на конкурс поступило несколько сотен работ от журналистов со всей России. В финал вышли только восемь лучших. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Новый курс в школьной программе. В учебных заведениях региона началось преподавание основ газовой безопасности. Основу учебного года эти уроки станут частью предмета ОБЖ. По мнению специалистов, если правилом обращение с газом научить еще в детстве, это позволит существенно снизить статистику чрезвычайных происшествий. Первые уроки газовой безопасности в школах проводят представители предприятия «Газпром» газораспределения «Самара». Далее за дело возьмутся профессиональные педагоги. Предполагается, что это будет увлекательный курс на уроках ОБЖ. Задача, чтобы топливо, от которого зависит тепло и комфорт, было безопасным. Для этого газовики и пошли в систему образования. Преподавать будут с 4 по 7 класса, чтобы каждый школьник в Самарской области знал, как правильно обращаться с газом и что делать, если в квартире появился запах. Соглашение о сотрудничестве подписывает генеральный директор предприятия «Газпром» газораспределения «Самара» Виталий Коротких и временно исполняющий обязанности министра образования и науки Владимир Пылев. По мнению специалистов, уроки газовой безопасности органично впишутся в школьную программу и позволят избежать чрезвычайных происшествий. Безопасное взаимодействие с газом в быту – это и знание физики процесса, знание, когда газ полезен, когда он опасен, как вести себя, если вы почувствовали запах газа, как вести себя, если произошли какие-то инциденты, как спасти свою жизнь, как спасти жизнь своих близких или, так скажем, тех, кто рядом оказался. Это будет в год до четырех уроков, потому что этого вполне достаточно. Они будут отличаться только содержательно, они будут отличаться где-то, это будет в первую очередь в форме игры, если это будет касаться начальных классов в игровых каких-то формах. Сегодня же прошел первый семинар для учителей, на котором они получили методические пособия, а в школьную программу уроки газовой безопасности будут включены уже с начала нового учебного года. Олег Зверев, Максим Гусев, События. В Самарской области одобрен туристический проект стоимостью 1 миллиард рублей. Идею представили на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. В чем суть проекта, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня удерживаются на отметке в 73 доллара за баррель. Валюта дорожает. Курс на 26 апреля. Доллар 61 рубль 74 копейки, евро 75 рублей 32 копейки. Золото стоит 2631 рубль, серебро 32 рубля 90 копеек. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 61 рубль 90 копеек, дороже всего продать за 61 рубль 30 копеек. В России прекращается обращение сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Теперь и те, и другие могут быть только именными. Российские туристы в прошлом году потратили на заграничных курортах более 30 миллиардов долларов, что на 13% больше, чем в 2016-м. Таковы данные Всемирной туристической организации ООН. А в Самарской области одобрен туристический проект стоимостью 1 миллиард рублей. Речь идет о современном отеле с ресторанным комплексом, спа-зонной, бассейном, развлекательным центром, конференц-залом и спортивной площадкой. Проект рекомендован к включению в перечень стратегических инвестиционных проектов региона. На этом все. Удачи в делах! Самарский космонавт Олег Каноненко готовится к своему четвертому полету. Об этом сообщает Роскосмос. В Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии. Врачи проанализировали состояние здоровья двух космонавтов – Сергея Прокопьева и Олега Каноненко. Оба признаны годными к полету. 94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области. В частности, на полуострове Копылова в Тольятти под водой оказались 10 участков дачного массива «Садовое товарищество Вишенка» и 84 дачи в СНТ «Гидромеханизатор». Их владельцев пока туда не пускают. Также подтопленными остаются три моста в селах Малиновый куст, Кириллинский и Лебежинский. Подтопленных жилых домов, а также экономических объектов в Самарской области нет. Не услышал крики родных. Во вторник, 24 апреля, в Самарской области произошла трагедия. В шестом часу вечера на 1191-м километре железной дороги в Отрадном под колеса поезда попал 85-летний мужчина. Пенсионер шел вдоль путей и хотел перейти их перед проезжавшим грузовым составом. Мужчине кричали родственники, но он их не услышал. Известно, что пострадавший приехал из Ростовской области в гости. В Самарской области построят 12 полигонов для размещения отходов. Об этом сообщает региональное управление Росприроднадзора. Семь инвесторов готовы вложить средства в реализацию проектов. В регионе сейчас построено 16 полигонов для коммунальных отходов и 8 для промышленных. В хранилищах накоплено около 6,5 миллионов тонн отходов. Утилизирована только треть. Программа строительства еще 12 объектов подразумевает также появление мусоросортировочных комплексов, что позволит увеличить объем переработки отходов. Российский каскадер Геннадий Кочерга создал «Трансформер», взяв за основу тольяттинский автомобиль ВАЗ-2110. Машина получила название «Оптимус Геннадьевич Праймов» в честь бессменного лидера среди автоботов в мире киноиндустрии. «Трансформер» способен превращаться из автомобиля в робота на ходу за считанные секунды. Он оснащен двумя пулеметами и может исполнять все трюки из кино. «Чудо техники» представит публике на шоу трюков в «Орле» 18 мая. Каскадер также планирует собрать еще как минимум двух трансформеров из машин производства тольяттинского автоваза. Самая популярная опера в мире – «Кармен» на сцене Самарского театра оперы и балета. Сейчас это признанная классика, а 200 лет назад премьера «Кармен» вызвала настоящий скандал. Ждут ли провокации Самарского зрителя, узнал Артем Устинов. «Скромные матери и почтенные отцы семейства! С верой в традицию вы привели ваших дочерей и жен в театр, чтобы доставить им приличное вечернее развлечение. Что испытали вы при виде этой женщины, которая переходит из рук в руки, пока кинжал покинутого любовника не прекращает ее позорной жизни?» Вот такая рецензия вышла, например, у «Кармен» в 1875 году. Поряжения оказались не готовы к столь реалистичному изображению жизни. «Самарский спектакль» начинается неожиданно и жестко. В камеру к заключенному Хозе входят солдаты и выносят ему смертный приговор. Дальше время идет назад, и действие разворачиваются в двух планах – в прошлом и настоящем. Жаркая Севилия на фоне тюремных стен. Сценография ни на минуту не дает забыть о трагической развязке. «Мне интересно, когда театр движется в сторону умного театра, в сторону интеллектуального театра, в сторону изысканного театра, в сторону человеческого театра. Мне кажется, что когда вдруг человек сегодняшний, 2018 года, ощущает историю, которая происходит на сцене, на материале 19 века, как свою, вот это и есть цель сегодняшнего театра». Георгий Сакян уже в третий раз ставит «Кармен» и каждый раз по-новому. Не меняется только исполнительница главной роли. Солистка Екатеринбуржской оперы Надежда Бабинцева совсем недавно получила «Золотую маску» и привезла ее в Самару с собой. Для нее петь «Кармен» – чистое удовольствие, особенно на языке оригинала. «Я не разговариваю по-французски, у меня иностранцы очень часто спрашивают, он говорит по-французски. Я говорю нет. Переводчики, кто со мной работал, мне все время говорят, что вам надо учить французский язык, он подходит. Видимо, похоже». С Самарской сцены «Кармен» не сходит уже более полувека. В последний раз опера безоставилась в 1984-м. Спектакль оказался долгожителем, шел более 20 лет. Но наступил 21 век, и новому зрителю нужны новые впечатления и новый взгляд на классику. «Мне кажется, что взгляд режиссерский, он действительно такой вот интересный, с той точки зрения, что он, в общем, принес какой-то модерн определенный, да, вы видите какие-то современные какие-то поиски, находки, но не сломал эту, так сказать, и то, что публике дорого в «Кармен». «Кармен» без кориды и красных плащей. Опера, состоящая из хитов, поставлена как камерная драма, построенная на подтекстах. Никакой традиционный «Кармен» не существует, уверены создатели спектакля. Каждое время создают своего героя и свою вечную историю. Артем Устинов, Константин Головин. События. В Самаре прошел фестиваль «Созвездие». Его участники – дети, подростки и молодые люди с ограниченными возможностями. Фестиваль помогает им адаптироваться в обществе, найти друзей и выйти на сцену перед широкой аудиторией. В зрительном зале побывала и наша съемочная группа. В этом конкурсе все победители. Каждый коллектив, участник фестиваля «Созвездие» получит награду. Таково решение жюри. Их задача не оценивать, а поддержать. Чтобы эти люди больше выходили в социум, раскрывали, чтобы они не ограничивали свои возможности. Хоть их судьба ограничила в каких-то моментах, но так, чтобы они сами не ограничивали свои возможности. Фестиваль проходит уже четвертый год подряд. В этом году участвуют 11 коллективов из городов региона и более 70 участников, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями. Театр для них больше, чем просто увлечение. Он меняет их жизнь. Они как бы, люди не могут работать, но в связи с тем, что занимаясь театром, они получили такую возможность контактировать с людьми. Они стали себя чувствовать уверенными в этой жизни. Фестиваль проводит общественная организация «Парус надежды» при поддержке Самарского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, а также Департамента культуры и молодежной политики. Ежегодно фестиваль собирает десятки людей с ограниченными возможностями со всей области, чтобы его участники смогли ощутить себя частью одного большого созвездия. Артем Устинов, Максим Гусев. События. Молодежка баскетбольной Самары взяла серебряные медали финала восьми, а хоккейная «Лада» в новом сезоне готова играть в высшей лиге. О последних новостях «Крыльев Советов» расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите «Самарские новости спорта». «Крылья Советов» заключили контракты с воспитанниками своей футбольной школы. Хоккейная «Лада» в новом сезоне готова играть в высшей лиге. Молодежка баскетбольной Самары завоевала серебро первенства России. В главном матче финала восьми первенства страны по баскетболу молодежка Самары проиграла юниорам ЦСКА и получила серебряные медали. Первая четверть для волжан началась с провала. 2-8 уже на третьей минуте. Потом игра выровнялась. Самарцы догнали армейцев. Однако проиграли первую четверть в 18-19. Во второй горожане даже вышли вперед, но ненадолго. Инициатива вновь перешла к юниорам ЦСКА, а молодежка Самары была в роли догоняющих. И так вплоть до финальной сирены. Итоговый счет 74-78 и очередная серебряная медаль финала восьми в копилке Самарского клуба. Хоккейный клуб «Лада» предоставил в офис Федерации хоккей России и пакет документов для участия в чемпионате высшей лиги сезона 18-19. После проверки всех бумаг, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ, руководство лиги решит, допускать «Ладу» к чемпионату или нет. Напомним, совет директоров континентальной хоккейной лиги утвердил список 25 клубов участников предстоящего чемпионата. В него не вошли «Лада» и «Югра». Тольяттинский клуб завершил сезон 17-18 на предпоследнем месте в Восточной конференции. Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно ему, самые слабые команды покинули лигу. В крыльях советов заиграют доморощенные футболисты. Клуб подписал соглашение с двумя 16-летними игроками центра подготовки. Это защитник Никита Котин и голкипер Данила Бельтюков, тренер Вадим Ботов. Никита Котин – член юношеской сборной России. И, по мнению специалистов, очень перспективный центральный защитник. Данила Бельтюков уже тренируется с дублем крылышек и провел с командой зимние сборы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 17 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА